Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. В эфире новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Все дети 1 июня почувствуют тепло и заботу взрослых. Без внимания никто не останется. Накануне Дня защиты детей подарки получили воспитанники патронажных семей. Будем радовать, удивлять научными, спортивными шоу. ВДЦ «Смена» собирает друзей. В детском центре в день рождения запланированы масштабные торжества. В этот день будет разыгрываться огромное количество призов. Джунгли приглашают гостей. Праздник детства в парке состоится уже в эту субботу. Председатель законодательного собрания Юрий Бурлачко намерен выделить средства на строительство детских и спортивных площадок в Анапе. А депутат Госдумы Иван Демченко поможет с ремонтом детского сада в селе Юровка. Сегодня они побывали с рабочей поездкой в нашем городе и вместе с главой муниципалитета Юрием Поляковым провели прием граждан. Есть вопросы, связанные с бытом, незаконным строительством. Однако часть задач можно назвать нестандартными и требующими именно такого комплексного подхода. Новая стела на въезде уже стала одной из достопримечательностей. Здесь глава курорта Юрий Поляков встретил председателя законодательного собрания Кубани Юрия Бурлачко и депутата Госдумы Ивана Демченко. Это уже вторая подобная встреча. В прошлый раз решили сделать формат регулярным. Это комплексный подход. К вопросам, на решения которых не распространяются полномочия муниципалитета, необходимо подключать региональный или федеральный ресурс. За три часа совместно рассмотрели девять обращений. Вопросы как сугубо частного характера, так и затрагивающие общественные интересы. Один из жителей Гостогаевской содержит на 12 сотках земли несколько десятков коров. Соседи жалуются на постоянный запах от неряшливого фермера. Запретить невозможно. А штрафы мизерные. Несколько сотен или тысяч рублей. До 2016 года существовали правила содержания животных в Краснодарском крае. Там хоть как-то было, скажем так, более уточнено хранение на розы. А сейчас нет этих? Их отменили в начале 2016 года. Соответствующие статьи отменили на всероссийском уровне. Есть обязательная практика – приводить региональное законодательство в соответствии с федеральным. Определенные нормы остались, однако они не несут конкретики. Один из вариантов – провести экспертизу. Любая свобода не должна нарушать чужих прав. В этом случае соседи одного из домовладений в центре заявляют о нарушении прав. Все началось около четырех лет назад, когда новые собственники построили сначала трехэтажный дом с отступом около двух метров. По словам заявительницы, вопреки решению суда. А второе строение возвели уже на расстоянии около полуметра. Иван Демченко поручил помощникам подыскать юристов, так как в целом ситуация выглядит сомнительной. У других соседей пропал газ. Труба проходила по соседнему участку с 70-х годов. Новые владельцы обещали после переноса коммуникации вновь подключить соседний дом к магистрали. Вкопали столбы, однако на этом дело встало. Значит, поручение вам, Анжела Анатольевна, подготовить мне все документы, пригласить в потолок, а я ему все объясню, как надо сделать. Помочь людям конкретным решением – цель таких визитов. Обычно вода текла у нас по весне, она текла через возле заправки, через дорогу уходила. Руководитель территориального общественного самоуправления Александр Жуков показывает ливневку. Материалы для ее строительства профинансировал Иван Гемченко. Инженерное сооружение должно решить проблему с подтоплением одного из районов станицы Анапской. Этот и другие проекты планируется продолжать. Поляков пришел сюда главой, в конце концов. Начали хоть чуть-чуть разгребать. Но ему еще разгребать, разгребать есть. И мы ему помогаем здесь со всех сторон. И Юрий Александрович взял под себя округ Анапский подшествовал. Посмотрите, сейчас 10 площадок, воркауты там, так же. Автобус там. Автобус. В ближайшее время начнется установка от 10 спортивных и еще 10 детских площадок в Анапе. Деньги на эти цели выделил председатель краевого парламента Юрий Бурлачко. Второй этап – установка аналогичных объектов, но уже в сельских населенных пунктах, в том числе в селе Субсех. А Иван Гемченко начал капитальный ремонт детского сада в селе Юровка. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В канун Международного дня защиты детей в городском театре чествовали патронажные семьи. Для тех, кто без устали дарит душевную любовь своим многочисленным воспитанникам, администрация гордо организовала праздничные угощения и замечательные подарки. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Савелий Елизаров – гордость семьи. В этом году он с отличием окончил музыкальную школу по классу «Эстрадный вокал». Всего же в семье Фархуддиновых воспитывают сразу семерых детей. Четверо из них, в том числе и Савелий, приемные. Всего с 2007 года из этой семьи вышли во взрослую жизнь уже девять человек. Мы очень рады и сегодняшней встрече, и ежегодно. Нас вот не забывают и приглашают везде. Мы вообще очень благодарны. И нам мы порадовались сегодня. И порадовали и всех своим выступлением. И также посмотрели на других талантливых ребятишек. Талантливые, творческие, жизнерадостные. Эти семьи взяли на себя ответственность за воспитание приемных детей. Сегодня их воспитанники активно участвуют в жизни муниципалитета и края. Поют, играют на музыкальных инструментах, ставят новые спортивные рекорды. Ребят поздравила супруга главы Анапы Надежда Полякова. И хотелось мне поздравить вас в этот день, пожелать вам действительно солнышко, чтобы оно сияло. Чтобы вы не сидели дома, не скучали, а провели свои каникулы на наших мероприятиях. Это первое мероприятие, которое открывает целую череду событий, посвященных Дню защиты детей. Как заверили в городской администрации, никто из детей не останется без внимания. Для них на курорте готовят ряд сюрпризов. Это будет музыкальная палитра, которая пройдет в городском театре 1 июня. Детки покажут свои таланты. Это дети детского сада в основном, те, которые занимаются в различных коллективах. Кроме этого, на городской площади пройдет мероприятие для детей с интерактивными площадками. То есть все дети 1 июня почувствуют тепло и заботу взрослых. В завершение мероприятия Надежда Полякова вручила семьям абонементы на бесплатное посещение кинотеатра, игровых площадок и аттракционов недавно открывшегося в Анапе детского парка. Руслан Душевский, Анапа-регион. Добро пожаловать в джунгли. Детский парк, открывшийся недавно в нашем городе, но уже известный многим анапчанам и гостям курорта, приглашает отметить праздник детства. Подробнее в сюжете. Республика детства. Это звание наш город носит по праву. Ласковое море, южное солнце и, конечно, развлечения. Детский парк джунглей радует ребятишек и взрослых захватывающими аттракционами. Здесь проводятся и развлекательные мероприятия. Ближайшее состоится уже в эту субботу. 2 июня в 11 часов в детском парке джунглей состоится большое детское мероприятие «Ура каникулы». Мы приглашаем всех гостей на наш праздник. В этот день будет разыгрываться огромное количество призов. Цена билета на все детские аттракционы только один день будет 100 рублей. Цена детского билета на самое большое колесо обозрения в этот день будет 200 рублей. И каждому ребенку мы еще подарим очень вкусное и сладкое мороженое. Среди прочих призов и подарков троим счастливчикам достанутся сертификаты на бесплатное катание на всех аттракционах в этот день. А кроме того, в программе праздника – концерт лучших творческих коллективов. В планах организаторов проводить подобные мероприятия регулярно и также радовать посетителей новыми аттракционами. Кроме уже имеющихся, среди которых изюминка – это колесо обозрения, где с высоты птичьего полета можно увидеть весь город как на ладони, В следующем году в парке ожидается открытие американских город для любителей острых ощущений и новые детские аттракционы. Парк «Джунгли» находится по адресу Анапа-Красноармейская-1А около реки Анапки. Завтра в Анапе скучно не будет. Ребята, а также их родители в Международный день защиты детей ждет настоящий праздник. Увлекательные игровые программы, флешмобы, квесты и концерты – программа весьма насыщенная. Основное действие развернется на театральной площади с 10 часов утра. Будут действовать интерактивные площадки на все вкусы. Для любителей литературы – радуга детского чтения, музыки – правила счастливого детства. А также интеллектуальный квест «Клуб Всезнаек», флешмоб «Краски лета», фестиваль «Музыкальная палитра», пленэр для юных художников «Нарисуй лето» и многое другое. Здесь же стартует первый всекубанский турнир по уличному баскетболу. Во всех ДК сельских районах муниципального образования с 11 часов начнутся музыкально-развлекательные и праздничные мероприятия. В завершении праздничной программы в городском театре состоится концерт художественного ансамбля современного эстрадного танца «Сити Джаз». Начало программы в 5 часов вечера. Полностью программу можно посмотреть на нашем сайте anaparegion.ru. Завтра Всероссийский детский центр «Смена» празднует свой 33-й день рождения. Отметить эту дату планируют масштабно. Гостями торжеств будут звезды эстрады, политики, спорты и культуры, а также жители и гости нашего города. Организаторы обещают, скучно не будет. 1 июня традиционно Всероссийский детский центр «Смена» приглашает к себе в гости всех друзей. Мы отмечаем свой день рождения. 33 года нам в этом году. Мы приготовили очень много сюрпризов и подарков вместе с партнерами. Будем радовать, удивлять научными, спортивными шоу. Пригласим на экскурсию в парк будущего. Все, кто успеет побывать на всех наших площадках, смогут выиграть приз, главный приз. И показать себя, конечно, успешно. Это путевка в смену. Так что есть за что бороться. Друзья, приходите. Во второй половине дня тоже пройдет очень много ярких событий. Откроются новые бюсты на Аллее Славы выдающимся деятелям нашей страны. Будет карнавальное шествие, фестиваль красок. Вечер завершится концертом звезд эстрады, проекта «Голос», музыкантами группы «Интонация» и другими творческими успешными певцами. Так что приходите, окунитесь в атмосферу праздника и встречайте этот праздничный день вместе с нами. Управление гражданской обороны и защиты населения настоятельно просит жителей Анапы неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности и воздержаться от сжигания сухой растительности на сельскохозяйственных угодиях и территории населенных пунктов. В управлении гражданской обороны напоминают, что несоблюдение правил влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 25 тысяч, на юридических лиц от 150 до 250 тысяч рублей. При обнаружении ландшафтного пожара, горении стерни или камыша необходимо немедленно сообщить о случившемся в пожарную охрану или администрацию населенного пункта. При этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию. Напоминаем, единый номер службы пожарной охраны – 01 или 101 с мобильного. Далее о погоде на завтра. Партнер прогноза – фабрика мороженого «Ангария». Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно и полезно. По прогнозам синоптиков, 1 июня в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов. Ночью прохладнее – 17 выше ноля. Ветер северный – от 6 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 17 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего 1500 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Анапа.